Русские новости Вопрос о сохранении развития русского языка Путин раскритиковал политику ряда стран, направленную на языковую и культурную ассимиляцию народов Мы видим, каким последствиям это приводит к разделению общества на полноценных и неполноценных людей, на граждан и неграждан, а то и к прямым трагическим внутренним конфликтам Президент напомнил, что Конституция РФ прямо гарантирует право всех народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития И потребовало от региональных властей обеспечить это право, в том числе на обучение на родном языке Правом на обучение на русском языке для русских людей пренебрегали все время правления Путина, до этого Ельцина Ну разве что в советский период все обязаны были владеть государственным языком и в государственных школах все обязаны были изучать А теперь изучают другие языки, лишь бы только не изучать русский Поэтому у нас люди разговаривают уже на каком-то суржике, а по телевидению и на радио дикторы говорят на таком языке, что иногда, как говорится, уши вянут То есть русский язык находится в полном забвении, и когда Путин говорит о том, что он будет укреплять русский язык, то он почему-то начинает говорить о межнациональных отношениях Почему-то начинает говорить о других языках, но только не о русском языке Он почему-то обращается к проблеме изучения нерусских языков нерусскими народами Российской Федерации и ссылается на Конституцию Почему-то русское большинство все время находится в загоне Я думаю, что все-таки Путин это не русский человек, потому что все, что касается русского народа, его интересов, его прав, его родовой памяти, все это ненавистно ему и всем окружающим его людям Также глава государства заявила о согласии с теми специалистами, которые считают, что необходимо выделить русский язык из общего понятия филология в самостоятельную предметную область в системе общего образования С какой-то стати нужно выделять, видимо, для того, чтобы уж совсем забыть, чтобы это все находилось в загоне Вот все языки получат определенные преференции, кроме русского языка, который отдельно из филологии выключат И вот там он пусть в загоне, в резервации существует Таким образом, решение вопросов русского языка, развитие его, укрепление будет происходить путем усиления многонационалии А подкрепляться все это будет форумами разного рода нерусских народов, которые будут собираться вместе Выделение русского языка в отдельную дисциплину будет означать, что филология в Российской Федерации станет полностью нерусской Внешне разумные высказания на сходке у Путина были таковы Директор Института русского языка имени Виноградова Александр Молдаван, интересная фамилия, отметил блатную речь чиновников, что, по его мнению, является проявлением неуважения политиков и чиновников к национальной культуре Президент Российской Академии образования Людмила Вербицкая считает, что отечественные чиновники должны в совершенстве владеть русским языком Требования к знанию русского языка нужно включить в обязательное число квалификационных требований государственным должностям Российской Федерации Должностям государственной муниципальной службы, государственных муниципальных бюджетных организаций Владимир Толстой высказался за введение таких экзаменов для госслужащих и работников СМИ Русский язык, наших СМИ, речь публичных политиков, дикторов и ведущих, язык рекламных роликов и плакатов Создает порой ощущение повальной безграмотности и небрежения нормативами русского языка, сказал он А писатель Игорь Волгин предложил ввести экзамен по русскому языку для выпускников всех вузов Как будто это что-то новое И 20 лет, может быть даже и 25 лет об этом говорили Советские чиновники были абсолютно безграмотными Они писали это с трудом, а уж говорили такую чушь И сейчас все это дело продолжается Безграмотность чиновника значительно глубже, чем безграмотность рядового среднего россиянина Русским людям, конечно, надо владеть русским языком Независимо от того, какую должность они занимают, где служат Ну а чиновников, которые плохо владеют русским языком И предпочитают разговаривать на своем собственном жаргоне Надо, конечно, гнать с государственной службой И вообще не допускать никаким общественным делам Пусть подметают улицы или, не знаю, там скребут снег Вот это для них будет самым правильным занятием Для большинства, я думаю, для подавляющего большинства Тех, кто сегодня занимает государственные должности Работа дворником и уборщиком снега Или, может быть, асфальтоукладчиком Будет самое оно Между тем, в русскоязычных школах татарей, башкирии И других национальных республик Приняты без согласования с родительским сообществом Учебные планы лишь с базовым уровнем изучения русского языка В России русский язык не имеет законодательного статуса Родной язык В то же время в ряде республик Как, например, в республике Татарстан Родным для всех принудительно назначен татарский язык Ведь во всех без исключения школах Здесь реализуется план обучения для детей С родным нерусским языком обучения То есть, как для татарских национальных школ С минимальным количеством русского языка и литературы Но по 5-6 уроков татарского языка В неделю в течение 11 лет Принудительное обучение татарскому языку Введено сейчас в детских садах республики Татарстан Для малышей всех национальностей И без согласия их родителей В остальных регионах такое обучение Без согласования с родителями пока что не практикуется Но, видимо, все к этому идет Наконец, учащиеся национальных республик Вопреки их желанию и потребностям Независимо от наличия или отсутствия языковой среды Законодательно принуждают изучать государственный язык республики Поскольку все эти тезисы были высказаны В обращении интеллигенции к руководству страны И к парламенту страны То тут же выскочил шут Жириновский Который об этом стал говорить Направо и налево И только его стали показывать по телевидению Как будто он является первооткрывателем в этой области Хотя разговор на эту тему Что нельзя и не нужно совершенно приучать детей К местным языкам Когда нужно прежде всего знать русский государственный язык А на втором месте какой-нибудь иностранный европейский язык Этот разговор происходил уже в течение многих лет и десятилетий И вот сейчас, как новизну нам подают Жириновский опять выделывает свои коленцы Оскверняя, дискредитируя те идеи, которые высказывает русская интеллигенция Жириновский постарался перехватить тему И ему представили все телеканалы Чтобы опошлить требования общественности Прекратить заставлять детей в школах учить татарский язык За многолетний бред Жириновский не раз удоставился наград от нынешней власти Видимо для пополнения коллекции своих значков, которые он собирает Это циничное и уже вошедшее в традицию осквернение русских символов Которые на систематической основе предпринимаются кремлевским режимом Жириновский был награжден только что, вот недавно на днях Владимиром Путиным орденом Александра Невского Конечно, это не просто пошлость, это наглость Дискредитация русских национальных символов Где Александр Невский, святой русской православной церкви И где Владимир Жириновский, пошляк и негодяй Извращенцы и растлители в Российской Федерации получают надежную защиту от власти Появившийся в сети в апреле видеоролик с номером Оренбургской танцевальной школы-студии Пчелки и Винни-Пух получил огромный резонанс В ходе него девочки в откровенных нарядах исполняли групповой танец Одним из главных элементов которого является движение ягодицами Видеоролик с танцевальным номером являлся отчетным концертом Группы перед родственниками и друзьями Подавляющее число участниц мюзикла Это девушки 16-18 лет и старше Среди них было и 3 14-летних, и 2 15-летних девочки Педагоги представили следователям договоры В которых родители школьниц дали согласие на обучение данному танцевальному стилю Как будто родители знали, что вот такое безобразие на всю страну будет показано И их дети будут опозорены Следователи Оренбургской области не нашли в скандальном танце школьниц-пчелок Развратных действий и отказались возбуждать уголовное дело Уголовное дело в отношении к школе-студии возбуждаться также не будет Так как специалисты не нашли в действиях руководства школы Признаков разврата в отношении несовершеннолетних Незаконного изготовления порнографических материалов С изображением несовершеннолетних и халатности То есть на 100% и так называемые специалисты Ну, видимо, они пошляки от рождения И следователи, то есть вся правоохранительная система Встали на защиту извращенцев В то время как общество высказало крайне негативное отношение К подобным событиям, к подобным демонстрациям К подобным, я бы не сказал это откровенным, а похабным танцам Вот следователи и специалисты, то есть вся государственная система Встала на защиту порнографов Ну и, как положено, происходит продолжение педерастического скандала Теперь в Государственной Думе Возглавляющий комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина заявила, что уголовную ответственность за многоженство Вводить не надо Вводить уголовную ответственность за это нелепо Потому что причина не в отсутствии уголовного закона А в том, что мужчин не хватает Возможно, таких, с которыми женщины хотели бы создавать семью И иметь детей Вот так выразилась Мизулина Данное заявление Мизулина, известное своими шизофреническими инициативами В частности, попыткой ввести запрет на переписку с детьми в соцсетях Сделала, комментируя недавнюю работорговлю в прямом эфире Бергосочетание 17-летней чеченки с начальником РУВД Ножа-Юртского района Чечни Известная тоже порнографическая история, совершенно похабная Но не только в Думе защищают подобную ситуацию Глава международной исламской комиссии Муфтий Шафих Пшихачиев считает, что России стоит легализовать многоженство Будет ли это выражено как гражданский брак Или как официально зарегистрированный В любом случае, многоженство не избежать Я в России работаю 28 лет Это такая реальность, которая на нас надвигается Видимо, на мозги надвинулись какие-то тучи у этого муфтия Он не понимает, что он живет в России Там, где русская культура предполагает моногамный брак А не вот эти безобразия, которые мы сейчас видим И которые так цинично выставляются на показ Видимо, вот эти все муфтии Мизулина в Государственной Думе и разные прочие Люди давно оторвались от той культуры, в которой мы живем От тех признаков цивилизации, которые стали для нас привычными Для нас все это привычно А они хотят экспериментировать На них там что-то надвигается Они считают, что сожительство со многими женщинами для мужчины Это дело естественное Для нас естественно Когда муж и жена живут в браке, любят друг друга И им не нужно никаких других связей на стороне Нас настойчиво склоняют к тому, что эти связи должны быть Не просто легализованы, а даже одобрены обществом Конечно, это все неприемлемо для русского человека Мы должны выступать категорически против такой порнографии Невежды на государственных должностях в Российской Федерации Получают какую-то особую зарплату Видимо, она пропорциональна степени невежества Страной продолжают править эффективные менеджеры То есть люди, которые согласно железному закону бюрократии Отреклись от всех своих профессиональных навыков А также от любых морально-нравственных ограничений Только это в РФ позволяют делать государственную карьеру И карьеру в корпорациях Один из таких менеджеров, специалист по лотереям И участник тоталитарной секты Сергей Кириенко Которого больше знают под кличкой «Киндер-сюрприз» Тоже получает особую зарплату В 1998 году ему предоставили право провести дефолт То есть разграбить все, что люди смогли накопить в предшествующие годы После этого Кириенко проводил в Поволжье исламизацию Вел так называемый проект «Русский ислам» И когда снова провалил все, до чего касался Ему отдали «Росатом» То есть атомную энергетику Там, где знание основ технологий, науки Дело обязательное Где безграмотность чревата крупными катастрофами Может быть, о многих из них мы не знаем Потому что их скрывают точно так же, как в свое время скрывали Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции За свое невежество генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко Получает в месяц в среднем 1,8 миллиона рублей Заработок главы «Росатома» увеличился почти на 10 миллионов рублей По сравнению с 2013 годом, когда доход Кириенко составлял 59,9 миллионов рублей Самый большой доход госкооперации задекларирован Зам гендиректора по международному бизнесу и развитию Это Кирилл Комаров 72 миллиона рублей Первый зам главы «Росатома» Главный финдиректор Николай Соломон Замечательная у него фамилия Увеличил свои доходы на 12,2% До 56 миллионов Скромненький такой доход Первый зам главы, руководитель дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских заработал 62 миллиона рублей Против 56 миллионов рублей годом раньше Интересно, уровень их компетентности такой же, как у хабардиста и лохотронщика Кириенко Красный сатанизм продолжает спонсироваться властями Они продолжают реализовывать свой план СССР 2.0 Ну а теперь уже, когда воровство и противопоставление верхушки власти народу является открытым Происходит вот такое На Красной площади состоялось посвящение в пионеры Четыре тысячи ребят поклялись жить по заветам Ильича От звуки оркестра дети исполнили театральное представление Получили красные галстуки и посетили мавзолей Никто, впрочем, так и не вспомнил, кто там лежит Дети станцевали в костюмах рабочих Пронесли по площади изображения маршалов и адмиралов флота Возглавлял процессию Сталин на фоне герба СССР Затем репродукторы голосом Левитана сообщили, что германские войска напали на нашу страну На Красной площади послышались звуки разрывов снарядов и пролетающей авиации Расположенный неподалеку детский оркестр грянул печальную музыку С центра круга выбежала девочка с цветами Далее советский народ, дети в равноцветных костюмах Кто-то даже в подобии военной формы Прерозмогал все невзгоды Снова плясал и, наконец, победил фашизм На костях жертв Красного террора Министерство культуры затевает новый масштабный проект Оно планирует отметить столетие революции Ей уже придумано новое название Не Великая Октябрьская революция, как раньше, а Великая Российская революция С точки зрения современной исторической науки Февраль и Октябрь были не двумя разными революциями, а этапами одной Поэтому, видимо, оправдывая Февральскую революцию Хотят оправдать и Октябрьскую, и все последующие безобразия Все последующие издевательства, прежде всего, над русским народом В рамках подготовки к памятным мероприятиям пройдет множество круглых столов Первый из них провел лично Мединский, министр культуры Музей современной истории России В компанию к себе пригласил директоров исторических институтов и кафедр Мы готовимся к грандиозной дате, сообщил министр культуры Эта революция, сама попытка народа построить справедливое общество Изменила весь мир В ее результате государства стали социально ориентированными Но она расколола наше общество и раскалывает до сих пор К революции относятся либо как к абсолютному злу, либо как к абсолютному добру Она и канонизирована, и проклята Я думаю, что разница во мнениях должна не раскалывать, а объединить нас в исторической дискуссии Мединский предложил установить памятник национального примирения в Крыму Где, по его версии, закончилась гражданская война Минкульт объявил конкурс среди скульпторов Но сам министр видит монумент так И красными, и белыми двигал патриотизм Все отстаивали свои идеалы, кроме тех, кто расстреливал Осудить террор необходимо, но нужно проявить уважение к героям всех сторон И красным, и белым, а может быть и к зеленым Видимо, что-то зеленое в голове у министра завелось Мы видим ползучую реализацию шизофренической концепции СССР 2.0 Которая заказана Кремлем с одной целью Не допустить возрождения русской России Кремлевский либерализм по всем направлениям терпит крах Поэтому спасение от русского исторического пути Для шайки, захватившей власть, только одно Вернуться на свою блевотину Один из аналитиков пишет Но для начала уберите из кремлевской стены землячку, которая расстреливала Поставьте памятник в Москве белому воинству Назовите площади и улицы именами белых генералов Пусть в школах дети учат наряду с советскими песнями Произведения, славившие царскую Россию Если все перечисленное по неизвестным мне причинам трудно реализовать То переименуйте хотя бы станцию Войковская в площадь Юденича, например Вот тогда и поговорим серьезно о примирении А вообще-то нормативной лексики для оценки всего этого безобразия уже не осталось Опять проклятые империалисты нас злобно гнетут Опять все это придумал Черчилль в 2018 году В последних числах мая Межведомственная экспертная комиссия Занимавшаяся расследованием аварии ракеты-носителей «Протон-М» Рухнувшего 16 мая на Землю после запуска Огласила неожиданную версию о причинах происшедшего Первый заместитель гендиректора Центрального неймашиностроения Александр Данилюк заявил, что специалисты не обнаружили технических нарушений Технических ошибок, допущенных при изготовлении двигателей Это навело экспертов на мысль, что причиной крушения ракеты могла быть диверсия К мнению о предумышленном вредительстве пришли и сотрудники ФСБ Успевшие провести свое расследование Как стало известно, 4-е управление МВД возбудило уголовное дело По части 2 ст. 167 УК Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека Или иные тяжелые последствия Объектом подозрений стал Центр имени Хруничева, где производят ракеты-носители «Протон-М» Ушлые проходимцы почуяли ветер перемен Теперь все можно списать на злые козни внутреннего или внешнего врага Главное, чтобы было кого назначить во враги Средняя зарплата на предприятии в филях составляет всего 30 тысяч рублей Разумеется, большого количества высококвалифицированных специалистов на такие деньги в столице не наберешь Ракета-носитель «Протон» в ценах прошлого года стоила чуть больше 1,5 миллиардов рублей Разгонный блок «Бриз-М» оценивался в 447 миллионов Услуги по запуску в 690 миллионов В целом же, учитывая услуги космодрома и транспортировку ракеты Каждый запуск «Протона» обходится российскому бюджету примерно 2,8 миллиарда рублей Традиционно у нас происходят истории с полицаями Высокопоставленный полицейский был задержан при получении 6 миллионов рублей В поселке Головино Судогорского района, недалеко от женской колонии Взяткодателем оказалась осужденная 2 года назад москвичка, бывшая генеральный директор турфирмы Отбывавший во Владимирской колонии наказание за мошенничество По данным Следственного комитета Владимирской области, подозреваемый был задержан с поличным при получении денег Одновременно с ним был задержан посредник, адвокат мошенницы, член адвокатской палаты Москвы Вот, видимо, за это и работают те самые полицаи, которые издеваются над русским народом Которые возбуждают уголовные дела по политическим статьям Ну и вот этот случай, он просто иллюстрирует, с кем мы имеем дело реально Ну и вот еще одна иллюстрация Руководство Следственного комитета по Новосибирской области придало огласке информацию о своих доходах Председатель ведомства Андрей Лилека задекларировал доход более 3,4 миллионов рублей Несовершеннолетние дети руководству силовиков пользуются квартирами в Чехии и заработали по 3 миллиона рублей в год Лилека имеет в своем распоряжении земельный участок площадью 627 квадратных метров Он вместе с супругой использует жилплощадь размером 121 квадратный метр Кроме того, в долевой собственности жены и ребенка находится квартира площадью 90 квадратных метров Первый заместитель председателя управления Андрей Щукин получил доход 2,9 миллиона рублей Он распоряжается двумя квартирами общей площадью 166 квадратных метров в долевой собственности вместе с женой и ребенком Его жена имеет дачу и земельный участок Ну, вроде так скромно, но опять же доход какой-то запредельный для наших времен Руководитель следственного отдела по Бердянску заработал почти полтора миллиона рублей У него в владении есть три квартиры, еще одна принадлежит его супруге Также она распоряжается земельным участком площадью 1,2 гектара Вся недвижимость сотрудников следственного комитета локализуется в России Однако в пользовании несовершеннолетнего ребенка руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Имеется квартира в Чехии площадью 70 квадратных метров У его второго ребенка в владении есть российская квартира 52 квадратных метра Самым высокооплаченным сотрудником следственного комитета в Новосибирской области Стал глава первого отдела по расследованию особо важных дел За год он получил более 5 миллионов рублей На втором месте с 3,8 миллионов Сын депутата законодательного собрания Игоря Гришунина Который работает заместителем главы железнодорожного межрайонного следственного отдела Новосибирска Мы видим здесь все признаки коррупции То есть все признаки расходов, которые не соответствуют доходам Расходов на получение вот этих самых квартир Я не говорю о том, что часть доходов наверняка является нелегальной Вот вся картинка, она свидетельствует о том, что вот эти все следователи Представители Следственного комитета Уже далеко в стороне от того состояния, в котором находится подавляющее большинство граждан Российской Федерации Поэтому и ведут они себя как чужие люди по отношению к нам, обычным гражданам Во всей стране банда преступников, получивших от преступного режима полномочия, преследует русских людей Из Новокузнецка Юрий Бубенцов пишет В марте русофобским судом я был оштрафован за два административных правонарушения За размещение на своей страничке ВКонтакте Калаврата По решению суда этот знак до степени смешения похож на нацистский Зная подлые повадки начальника полиции Когана Я решил во избежание возможных провокаций, задержания за незаконное хранение оружия Если есть два административных правонарушения А там они идентичны полностью за одну фотографию, за другую Если было 100 фотографий, наверное 100 правонарушений бы приписали Нельзя владеть никаким оружием Ну вот, владение было бы таким правонарушением Поэтому Юрий Бубенцов решил самостоятельно сдать ствол В полиции, когда его изымали, сотрудник громоклассно в присутствии 10 посетителей Зачитал протокол об изъятии за пропаганду нацистской символики Ну какие же подлецы Все эти полицаи, ну какие подлецы Ну просто слов нет, как это все передать Надо было видеть реакцию посетителей Некоторые подпрыгнули на месте Вот так становится героем дня Почему-то вспомнил своих дядек и теток, что пережили войну Если бы они услышали это тогда, они бы меня за ноги и головой об угол В то же время, тогда никто ни сном, ни духом не подозревал Что патриотов и просто честных русских людей Бандитская антирусская власть будет называть нацистами Психически нездоровыми и антисемитами Короче, Коган надел на меня колпак Заключил Юрий Бубенцов Наша задача обратная Надеть на Когана и подобных негодеев Колпак врагов с надписью Враг русского народа Позорный колпак русофоба и преступника Дело не только в русофобии Но также и в воровском интересе, который постоянно ее сопровождает Русофоб всегда лжец и вор Или и то, и другое Да, русские националисты уже определили глав полицейного Кузнецка как своего врага Но он организует провокации против Юрия Бубенцова и по другим причинам Угольная хунта в Кузбассе продолжает бесчинствовать, а граждане сопротивляться Юрий Бубенцов один из организаторов этого сопротивления Намечаются суды, народные сходы, собрания по территориальному самоуправлению Где он один из главных организаторов Кто победит народ или режим оккупантов и полицаев Это зависит от того, очнется ли сам народ от наркоза, которым ему убили мозг и душу Мы призываем всех проснуться в Новокузнецке, поддержать Юрия Бубенцова во всех его инициативах А также выступить против всех этих подложных уголовных и административных дел Против судов и против глав полицая Новокузнецка, русофоба, негодяя Когана Вопрос о земле Из сельской глубинки пишут Живу в селе Лох в Саратовской области Нам, жителям, в этом году увеличили в 9,7 раза налог на землю приусадебного участка В умирающем селе безработица, старики, больные, пенсионеры Здесь не Москва и каждый рубль на счету Вода дороговато, 50 рублей за кубометр и огород не польешь Многим обработка земли не посильна Чтобы отказаться от земли, надо заплатить около 7-10 тысяч рублей Катастроя стоимость одного квадратного метра земли 446 рублей А реальная рыночная цена, в лучшем случае, 5 рублей за квадратный метр Но ведь у нас рыночная экономика Мы же живем по ее законам, а не по виртуальным кадастровам Удивительная картина Дома стоят 150-300 тысяч рублей А земля, на которой они стоят, под миллион Почему же применяется не рыночная кадастровая виртуальная стоимость земли при начислении налогов? Все это смахивает на сознательную провокацию чиновников Чиновничий беспредел ведет к социальному напряжению А там, глядишь, и к Майданам Все это обязательно скажется на результатах выборных кампаний, президента, думы И что останется от консолидации народа? Настроение у сельчан паническое Кто запил горькую, кто хочет подарить землю Путину Кто продать Китаю или США И убежать на Дальний Восток, где Путин дает по гектару земли просто так Ну вот как там с налогами-то будет? А как в Крыму с земельным налогом? Они перебегут ли, а они опять в Украину? Или опять произойдет возврат к крепостному праву? Может быть мы действительно рабы, как утверждает киевская пропаганда? Может быть подобная дурь практикуется только в Саратовской области? Нищие население в сельских районах – прекрасная среда для стимуляции криминала, проституции, вербовки террористов Может быть пора и селу оказывать гуманитарную помощь не только Новороссии? Вот такие горькие строки пишут из сельской глубинки, из центральной России Брошена она и действительно порабощена олигархия, которая у нас гнездится в крупных городах Оксана Вельва сообщает, 30 апреля в городе Ставрополь пятеро ингушей отдыхали около торгового центра Но им одним, видимо, было скучно И один из них, Яндиев Магомед, начал приставать к девушке-студентке Его нанящее поведение было резко негативно воспринято девушкой В гордой войнах, не потерпев отказа, начал оскорблять девушку, начал ей угрожать В этот момент подъехал ее знакомый Парень заступился за девушку и началась драка Причем парня били все пятеро Ну, это так у них принято Это так типично чеченско-ингушский, вообще кавказский стиль поведения Бить в пятером одного В гордой войнах начал швырять камни в парня и в девушку В этот момент подошли какие-то парни, проезжавшие мимо машины и попытались разнять драку Но один из джигитов достал нож В ответ на это один из приехавших русских парней достал травмат и выстрелил в воздух И все разошлись. Парня, которого в пятером избивали ингуши, отправили в больницу Ингушей задержали Матери задержанных ингушей написали слезное видеообращение главе республики Ингушетия Где называли город Ставрополь националистическим, где притесняют бедных несчастных ингушей Оскорбление целого города это не повод для того, чтобы возбудить уголовное дело Я спрашиваю об этом у господина Чайки, генерального прокурора Российской Федерации Который по таким высказываниям со стороны отдельных русских людей всегда возбуждает уголовные дела А вот в данном случае коллективное обращение, коллективное оскорбление Ставрополя Где оказывается притесняют сплошь все, видимо каждый житель Ставрополя Притесняет всех бесчеток приезжающих туда ингушей Да лучше бы они туда не приезжали, у вас, господа ингуши, есть своя ингушетия Но сидите там, разберитесь там со своим криминалом Что вы лезете к нам в русские города, что вы пристаете к русским девушкам Что вы привязываетесь к русским парням На Северный полюс, может быть, за Полярный круг, вам там может быть место Там и хулиганьте, там приставайте друг к другу, у вас же это принято Ну и разбирайтесь сами с собой, живите в своем племени Вы нам абсолютно не нужны, ни в каком виде Один из родственников бедных джигитов пошел еще дальше В его сообщении версия была такова Неизвестные дважды обстреляли группу молодых ингушей из травматического пистолета Сначала около общежития Ставропольского регионального колледжа вычислительной техники и электроники А затем у входа в Парк Победы Видеосъемка событий все эти домыслы опровергает Но русофобская власть очень часто избирательно относится к фактам И делает все, чтобы сломить русское сопротивление этнокриминалу Который к нам задувает с Кавказа А вот как на самом деле надо думать инородцу о русских Если он хочет жить вместе с русскими Если он хочет быть человеком русской культуры Если он хочет породниться с русскими Герман Садулаев написал в основном о среднеазиатах Но это верно и по отношению к любому, который хочет выжить в современном мире Вы ведь так не хотели жить вместе с русскими Вы говорили, что русские оккупанты Что они изувечили вашу древнюю великую культуру Что они эксплуатируют вас и выкачивают ресурсы из вашей богатейшей земли Вы не хотели учить русский язык, язык захватчиков Вы говорили русским, уезжайте, убирайтесь с нашей земли Без вас мы будем жить богато и счастливо Без русского сапога у нас будет высокой национальной цивилизации и демократия И золотые унитазы Русские уехали И что же вы не справились? Где ваши золотые унитазы? Где спорт, культура, язык? Где все то, чему мешали русские оккупанты? Или русские оккупанты мешали только байству, рабству, бандитизму, разрухе и наркотрафику? Этого-то добра у вас теперь много Вот она оказывается, какая ваша цивилизация Ну и ладно, оно же все теперь ваше, как вы и хотели Что же вы теперь сюда приперлись, за нами, за русскими? Заметим, что инородец называет себя русским, конечно, не по родству, но русским по культуре Русским по своему духовному складу И это очень правильно В наших туалетах за нами чистить наше дерьмо приехали? Почему? Как так получилось? Где ваша национальная гордость? Где ваша независимость? Ведь всего этого было выше крыши, когда вы нас, русских, выгоняли со своих земель Куда все это делось? Может быть, признаетесь? Да, русский брат, мы не справились Мы не доросли до того, чтобы сами в своем государстве жить Пожалуйста, примите нас обратно в свою семью Может быть, русские вас и примут Молитесь на русских Не потому, что русские господа, требующие себе особых почестей и уважения А потому, что без русских все погибнете И одна шестая часть суши превратится в настоящее царство Мордора Уничтожаемое нищетой, разрухой и кровавыми междоусобицами Молитесь за великий русский народ, за то, чтобы он воскрес За то, чтобы он был силен и крепок Ибо сила и крепость русского народа – это сила и крепость добра и любви Которая и вас всех защитит и обережет от любой угрозы и нужды Молитесь за русских, потому что русские – это жизнь Редактор субтитров А.Семкин